Проходит в один дубль, вопросы вашего здоровья. Сегодня главная тема, которую мы разбираем, это дискомфорт, сдутие боли в животе, вопросы работы кишечника, желудка, как поддержать, какие пробиотики, чтобы вы лучше усваивали. Понимаете, какая штука? Все, что вы едите, ребята, будет либо в унитаз отправлено, просто немного в видоизмененном виде, либо будет усвоено. Значит, на 100%, на 90%, на 70%, или на 60%, или даже на 50%. То есть, в зависимости от того, какое количество бактерий в вашем кишечнике осталось живым, мы можем рассчитывать на, значит, скажем такой, знаете, процентный объем усваивания. Вот это люди, они не понимают. Они думают, что они все, что съели, вот это вот все даст тебе пользу, или даст тебе энергию, или даст тебе калории, даст тебе, да, очень сложно. Вот представьте себе, вы съели, например, яблоко, или вы съели, например, там какие-нибудь ягоды, да, и вы хотите получить из них там витамин С. Хоть кто-нибудь когда-то задумывался, как усваивается этот витамин С? Нет, мы съели, и вот мы как должное, понимаете, вот представляем. Ребята, фишка работы желудочно-кишечного тракта в том, что это триллионы бактерий, которые работают заодно с вашим телом. Триллионы, и у вас в тонком кишечнике, там 10 триллионов бактерий, а в толстом кишечнике в 100 раз меньше. И то, как работает эта флора, и как она себя чувствует, потому что это огромный биологически активный организм. Вы себе представьте, это гигантское количество бактерий, которые должны себя хорошо чувствовать, и благодаря им вы будете усваивать или не усваивать эти съеденные продукты. И благодаря им вы усваиваете 100%, например, витамина С из ялогоды, которые вы съели, вы съели там 200 грамм смородины, например, да? И, значит, 200 грамм смородины дают вам 150 миллиграмм витамина С живого, да? И вот представьте себе, какая штука. Вы съели, и вы получили 10 миллиграмм витамина С, а взрослому человеку нужно в день минимум 100. И вот вы недополучили, потому что, например, флора тонкого кишечника пострадала из-за разнообразных факторов, которые мы сейчас с вами обсудим, и вы думаете, что оно должно дать пользу, вот вы знаете, да, вы там заболели, вы такие, нужно есть малину во время болезни, потому что малина помогает, да, а чем малина помогает? Потому что это витамин С. Витамин С активирует иммунную систему, он бустером работает, да, он прям включает ее. И дозы большие витамина С во время болезни помогают тебе меньше болеть, потому что он активирует иммунную систему. Вот теперь представьте себе такую ситуацию. Вы съедаете там 200 грамм вашей малины, думаете, это вам поможет, а вы усвоили 10, 15 или в лучшем случае там 20 миллиграмм, жалкие общие объемы, которые для младенца даже недостаточны, потому что у вас флора тонкого кишечника повреждена. Любые таблетки от антибиотиков, которые естественно уничтожают флору твоего кишечника, 100% антибиотики просто выжигают напалмом, понимаете? Парацетамол, который вы пьете просто вот так, понимаете? Многие вот... Я выпиваю за месяц 2 упаковки парацетамола, 2 по 20 таблеток, понимаете? То зуб болит, то нога болит, то колено болит, то периодические боли, то еще какая-то история, понимаете? Ну, парацетамол не просто флору губит, он еще остальные органы тоже губит, то есть его нужно крайне выборочно. Понятно, алкоголь или, например, многие не понимают, как обстоит история с водой. Ребята, фишка воды в том, что ты когда осознанно пьешь из-под крана, ну да Господь с тобой, дурак, и как бы дурак, что с него взять, да? Я, ну это ужас. В частности, когда вот у нас марафон проходит, ребята, которые, ну, с разных уголков планеты, у нас участвуют люди, например, которые живут, ну, возьмем там, в Тироле, да, в Австрии, в горах, в маленьких деревнях, в горах, в австрийских. Вода из-под крана, она настолько чистая, что ее можно просто не то чтобы пить, а вообще в принципе это, ну, потрясающе. И вот, ребята, представьте себе, вот у меня сезон, да, и человек такой, Алексей, я там живу, например, там, в Целемзи, и вот у меня там такая вот вода, можно ли ее пить? Сто процентов да. И другой человек говорит, Алексей, мы вот тут вот всей семьей пьем воду из-под крана, мы живем в Бруклине, понимаете? Ну, то есть, как бы это кошмар. Или мы живем там, например, в Челси в районе, понимаете? Ну, то есть, как бы, это, ну, кошмар. Или в Берлине, или в Лос-Анджелесе, или вот в таких, например, в Карловых Варах вода, да, из-под крана, лайк. Или, например, в, значит, выборочных, тоже маленьких и даже небольших относительно городах, там, в Швейцарии. Окей, но мы-то с вами не живем в Швейцарии. Я вот в Праге живу, у меня вода из-под крана, которую пьют все чехи. Больные, кривые, косые, все пьют воду из-под крана. И у них по ввоз с нормам, и нормам непосредственно местным, типа, окей, это вообще как? Когда мы берем воду на анализ, и выпадение минералов в этой воде, пускай она не имеет активных загрязнений в виде биологических, да, там, разного рода организмов. Ну, химическое загрязнение воды, представьте себе трубопровод, которому сто лет в обед, какое количество химических загрязнений, это тубопровод минеральных загрязнений, вот так мы их назовем. Суммарно водоочистительные соединения. Как вы думаете, вода, которая идет из, значит, Нью-Йоркской водопроводной, откуда она берется, эта вода? Ну, это же вообще, ну, это катастрофа вообще. Вот, значит, у нас из залива вода идет, прекрасно, супер. Или, например, когда вода из Днепра идет, ну, дно. Вот вода, это катастрофически важная история. Вот у нас из, да, значит, реки в Праге основной идет забор жидкости. Они ее очищают, но минеральные выпадения, которые в ней, и они, их нельзя пить, потому что они уничтожают по итогу кишечник. И люди, которые пьют вот воду из-под крана, ни в коем случае этого не делайте. И если вы где-то в столовых или еще, то есть вот есть люди, которые следят за своим здоровьем, все у них круто получается, все прекрасно. И вот они идут в столовую, например, на обеденном перерыве. Идут в столовую, и что они там делают? Они берут и пьют там две кружки чая. Из какой воды сделан этот чай? Потому что кипячение, оно же губит органические соединения, понимаете? Минерально воду не очищает кипячение. Это только фильтрация делает. То есть если в вашей столовой есть какая-то фильтрация, вы об этом знаете? Супер, отлично, пьем. Например, автоматы, которые вы можете взять, там какой-нибудь кофе, да, из автомата. Мы не понимаем, из какой трубы эта вода идет. Это важно. Я на этом специфически зацикливаю, потому что столько ребят, которые ходили по гастроэнтерологам, которых лечат, лечат, перелечат. Вот у меня сейчас был один из наших потрясающих учеников. Человек был на тотальном исследовании, глобальном абсолютно, в клинике в Торонто. И ему прописали шикарных два комплекса. Первый комплекс от рефлюкса, а второй комплекс от хеликобактера. Каждый из этих комплексов с антибиотиками, блин, это вообще как? При условии, что никто не спросил, какую воду люди пьют. И вообще, в принципе, не подразумевается, что от хеликобактера можно прекрасно избавиться при помощи капустного сока, что мы и сделали. При помощи натриевой лечебной столовой воды, что мы и сделали. И желчный рефлюкс абсолютно не нужно, если он не приносит глобальных проблем. У меня есть ролик, как распознать рефлюкс, или как распознать, в принципе, выделение каких-то пищеварительных энзимов, которые вполне естественны. И вот врач, когда дает зонт заглотить нашему пациенту, и он видит хоть малейшие какие-то попознавения желчи, вот тоже запомните это, не всегда это рефлюкс. Потому что если вы, например, на АПГ-протоколе, небольшое выделение желчи, это абсолютно естественно, это физиологически нормально. И наполненный желчный, и небольшое выделение желчный, окей. Но когда они начинают антибиотиками лечить желчный рефлюкс, потому что привычка у врача идентифицировать рефлюкс таким образом. У человека четырехразовое питание, и никакой желчи без еды быть не должно. А она должна быть там. Привычка такая, если мы едим четыре раза в день, то у нас желчный постоянно в процессе наполнения. Поэтому камни образуются. И поэтому те, у кого удален желчный, они все были на многогразовом питании. Когда человек на АПГ-протоколе, никаких камней быть не может. Небольшие рефлюксы абсолютно естественные могут быть после наполнения желчного. Это нормальная история, не нужно это лечить. Все прекрасно так и должно быть. Желочь нужна для кишечника, для работы, для реприкации и прочие моменты. Так вот, ваша вода из-под крана уничтожает вашу флору. Ваши лекарства уничтожают флору. Ваши алкогольные, естественно. Ребята, вот вы представьте себе ситуацию, в которой вы хотите, ну, например, вам нужно попшикать на руки или на экран, или на какую-то плоскость. Что вы пшикаете, когда вы дезинфектором пшикаете? Вы пшикаете, в нем алкоголь есть. Большая часть дезинфекторов, они с алкоголем. И вот этот алкоголь дезинфицирует, то есть вы попшикали, и там оставили на 30-40 секунд, и потом дальше смываете. Алкоголь дезинфицирует поверхность. В алкоголе, который вы пьете, из вина, пива, слабоалкогольных, там присутствует какое-то количество этанола, который вы не пьете же один глоток, вы выпиваете бутылку пива, или там бокал, или два вина. И вы получаете какое-то количество этанола, которое прекраснейшим образом стерилизует первую часть тонкого кишечника вашего. Прекрасно абсолютно. Гибнут просто бактерии. И дальше мы такие, блин, у меня вздутие, у меня резио, у меня дискомфорт, возьму-ка я испомизан, или возьму-ка я мизин, или возьму-ка я еще что-то после еды, что-то тяжело, понимаете. Ну, это очень... Вот ты же своим же руками, да, выпиваешь регулярно, я уже молчу о крепком алкоголе, а крепкий алкоголь, выпитый на пустой желудок, это катастрофа вообще. То есть вот там, если вы коньяку, водки, значит, виски, там, какого-нибудь скотча, что угодно абсолютно, что вы выпьете, значит, крепкое, ребята, что угодно, что вы выпьете крепкое-крепкое прям, на пустой желудок, оно действует в десятки раз более разрушительно на наш тонкий кишечник, чем если ты поешь, или у тебя алкоголь с закуской. Если у вас есть алкоголь, ради всего святого, вы сначала ешьте, а потом алкоголь. Если на пустой желудок, да еще и пару, да, глотков вашего виски, он уничтожит вам первые, я не знаю, там, полметра тонкого кишечника, просто напалмом выжжет, понимаете? Это катастрофа. И дальше вы не усваиваете ни витамины, ни минералы, и дальше дисбактериоз развивается из-за этого. Потом, когда у тебя, смотри, ночью ты спишь, у тебя флора толстого кишечника начинает заселять то место, которое осталось свободное в тонком кишечнике, и развивается синдром избыточно-бактериального роста. А бактерии, которые из толстого кишечника попали в тонкие, они у вас вызывают дополнительно еще больше вздутий, еще больше рези, еще больше дискомфорта, они не дают вам возможности усваивать то, что должно быть усвоено в тонком кишечнике, например, мясо. Мясо, которое вы едите, оно усваивается на все 100%, оно даже до толстого кишечника практически не доходит. Мясо, все его абсолютно составные аминокислоты, жиры и жидкость абсорбируются в тонком кишечнике, ребята. Это естественное устройство любого млекопитающего с тонким кишечником, который доминирует над толстым кишечником, у которого преимущественно главным источником калорий является мясо. PH в желудке полтора и флора кишечника, которая дает возможность усвоить все эти аминокислоты, пока оно двигается по перистальтику у вас, когда вы поели, перистальтика усиливается, и она проталкивает вашу прожеванную, переваренную пищу в желудке по кишечнику. Дальше бактерии помогают тебе абсорбировать съеденное. То есть бактерии, они потребляют клетчатку, и они едят клетчатку. У вас есть растворимая и нерастворимая клетчатка. То есть если вы едите, например, какой-то салат или что-то, где клетчатка, вот бактерии, они берут и питаются вот этой клетчаткой, которая обычно вычитается из общего количества углеводов. То есть, например, если вы едите фасоль, вы знаете после фасоли вздутие газы. Почему? Потому что там очень много клетчатки. Часть из нее растворимая, часть из нее нерастворимая. Клетчатка – это питание для бактерий, и эти бактерии начинают, когда они поглощают эту клетчатку, вырабатывать газы. И вообще фасоль, она на самом деле гниет. Но только это дурацкая, абсолютно некорректно истолкованная фраза «гниет в желудке». Я делал вам видео по поводу того, что мясо гниет. Мясо не гниет. Мясо усваивается на все 100% за 3-10 часов после того, как вы его съели. А вот фасоль или другие насыщенные клетчаткой овощные, вот эти вот бобовые, вот эта вот вся история, там зеленолиственная, они ферментируются. И номинально значение слова «гнить» это разлагаться под воздействием бактерий. То, что они делают. Бактерии в вашем тонком кишечнике помогают разложиться на элементарные составные частицы вашей, например, там фасоли. И что образует газы, что в свою очередь дает вам, да, вот эти вздутия, вы пукаете, бегаете и вы там от фасоли, все слышали и знаете, или там от гороха, да. Потому что вот так вот они работают, они дают питание кишечнику, но при этом кишечник вырабатывать начинает больше газов. Это нормальные газы, скажем, они допустимы, и мы понимаем их природу. Но ненормальные газы, это когда у вас, например, кусочек мяса и салат вызывают сильные вздутия, где бобовых не было. Резий дискомфорт, потому что у нас флора не справляется, так как она повреждена алкоголем, некачественной водой, таблетками или каким-то другим форматом, например, очень-очень-очень распространенные, это ребята вот растворимые такие, знаете, витамины в таблетках, которые вы видите, как шипучки такие продаются. Состав удручающий просто. Я был сейчас у своего товарища в офисе, у них корпорация большая, им не то, что раздают, когда идет клининг на столах и на полах, вот это вот, когда заканчивается рабочий день и приходит клининговая компания, которая моет и вот выставляет вот эти вот тубусы такие с этими шипучими таблетками на столах бесплатно абсолютно, типа мультивитаминные. Я говорю, вы когда-нибудь смотрели в состав этого всего? Это же просто дно, когда растворяется эта таблетка, у тебя 90% веса таблетки это сахар, остальное химия, и она очень повреждает тонкий кишечник, нарушая работу флоры. Они все приходят, растворяют в себе в воде из-под крана растворимые, блин, эти мультивитаминные комплексы и у них стоят кувшинчики на столах и они хорошая компания, как бы заботятся номинально о своих сотрудниках и стоят там автоматы с кофе и все это из-под крана идет и вода, в которой растворяют дальше вот эти шипучие таблетки, ну дно, это сахар с водой, который убивает кишечник. Так вот, вы получается съедаете и у вас начинается вздутие, потому что пища не может быть нормально переварена. Устройство какое? Ты съел, прожевал, слюна помогла, первые энзимы пошли, попала в желудок, в желудке PH полтора, вырабатывается соляная кислота, дальше полтора тире три часа съеденный кусочек мяса и салат из желудка, я вас очень прошу, вы поели и дайте дальше паузу, не нужно, есть, есть, есть постоянно. То есть, если ты съедаешь что-то и через полчаса еще что-то, и через полчаса еще что-то, и потом еще что-то, у желудка цикл полтора тире три часа, вы съели и остановились, желудок переварил, открылся нижний сфинктер и попало содержимое вашего желудка в тонкий кишечник, там сразу PH повышается и вырабатываются дополнительные энзимы поджелудочной и желчным, которые ощелачивают съеденное, то есть, PH в желудке полтора, а в тонком кишечнике пять, важно понимать, и оно ощелочилось, и дальше ваши бактерии под воздействием энзимов, поджелудочной энзимов желчи начинают усваивать активно все мероприятия, которые вы съели, и вот здесь смотрите, сколько ошибок может быть, первая ошибка, это когда PH в желудке выше, и у вас недопереваренная пища попала в желудок, вздутие, дискомфорт, боль, потому что мы дальше не можем, да, у вас, представьте себе, задача привести на стройку кирпичей, чтобы ваш каменщик их начал укладывать, и кирпичи, это, ну скажем, manageable unit, да, то есть это unit, с которым может справиться ваш каменщик, он взял кирпич, положил его на стенку, добавил бетон, получилась стена, сделав так 150 раз, но, если вы привезете на вашу стройку не кирпичи, а бетонные плиты, которые весят по тонне, вместо 5 килограмм, как висит кирпич, то ваш каменщик не сможет поднять эти плиты, вот точно так же, первое, самое косячное место, которое вызывает вздутие, дискомфорт и рези, это когда у вас в желудке PH не 1,5, а 3 или 4, и съеденная пища, которая попадает в тонкий кишечник, она недопереварена, и вы даете слишком большие блоки, да, плита бетонная вместо кирпича, вот это ваша, значит, как бы, методика сравнения, неприподъемная, и ваш тонкий кишечник не может справиться с перевариванием таких больших кусков пищи, понимаете, какая штука, это невозможно, и дальше вы видите в стуле в своем, когда вы ходите, какать, многие не понимают слово стул, стул это кал, когда вы видите в кале куски непереваренной пищи, вы можете быть уверены, что это не дает реализовать весь объем минералов, витаминов и съеденных калорий, вы съедаете 4000 калорий, усваиваете 2000 калорий, съедаете, например, 200 миллиграмм витамина С, а усваиваете 20, понимаете, это проблема огромная, вам нужен яблочный уксус с водой, чтобы улучшить усваивание в желудке, на уровне желудка, то есть мы берем 3-4 столовые ложки яблочного на стакан воды, а лучше даже меньше, 150-200 воды на 3-4, или я вам показывал, как с горла плеснул, там 3-4 столовые ложки яблочного уксуса на там 150-200 воды после еды, чтобы помочь желудку усваивать лучше, чтобы дать, вот этот химический состав яблочного уксуса, он 2,5 где-то имеет PH, и вы можете еще сок лимона добавить, у него тоже хороший PH, он поможет вам усваивать на уровне желудка лучше, и у вас не будет истории, когда мы привезли на стройку, да, не кирпичи, а бетонную плиту, и каменщик говорит, ребята, кто здесь вообще, как я должен с этим работать, это первая история, восстановите работу желудка, и не избегайте продуктов, которые вызывают у вас сразу, вот вы поели и сразу тяжесть, понимаете, такая огромная проблема, вот приходят ко мне на диагностику в ПГ-марафон, ребята, которые съели кусок мяса, или даже вот мы возьмем, да, введем с вами в абсолют, какие продукты сложнее всего переваривать, сложнее всего переваривать бобовые, орехи, сало, и жирное мясо, сложнее всего переваривать, если у вас только мысли одной, что вы съедите, например, кусок свинины, и горсть орехов, возникает отвращение, вам не хочется, хорошо, не свинина, возьмите жирную говядину, возьмите красное мясо баранины, возьмите темное мясо утки, индейку, возьмите какой-нибудь салат из там зеленолиственных, что-то, что прям, да, такое прям, нужно пожевать, нужно проглотить, нужно переварить, да, вот если вам не хочется для начала мяса, то ПГ сразу выше, у вас сразу отвращение к мясу, вы едите, да, я уже молчу за остальные, там сало съесть 100 грамм, все, все остановилось, понимаете, какая штука, когда ПГ в желудке выше, у тебя это сразу отражается на аппетите, вот это запомните, если вы говорите вот эту фразу, ключевую, да, вот у меня на девчонки, которые на диагностику приходят, ключевая абсолютно фраза, я не мясная, я не мясная, мне говорит о том, что сразу у нас вопрос ПГ, ПГ в желудке нужно адресовать, поднять, чтобы появился аппетит к мясу, если у нее не мясной, склад, то как она должна понимать, как она должна решать вопрос потери крови каждый месяц, то есть, когда я беру дальше кровь на диагностику, я вижу, там запущенная анемия, там железодефицит, там нет Б, там нет и по щитовидке, естественно, минералов, не усваивается ничего, понимаете, какая штука, и потому что ПГ выше в желудке, ее не тянет на мясо, ей не хочется мясных продуктов, ей не хочется мясных продуктов, логично, потому что она их не может переварить, а когда у нее ПМС, у нее сильнее аппетит, и она его интерпретирует, как позыв к еде, естественно, но неправильной еде, когда ПМС сильный аппетит, он тебе подает сигнал о том, что тебе нужно больше продуктов железа, то есть, смотрите, особенно если вам хочется есть землю, или есть глину, или лед грызть, это все показатели того, что вам не хватает железа, это важно, и любой показатель голода в ПМС, всегда на мясо ориентируйтесь, но больше всего девчонки, которые приходят и жалуются на болезненный ПМС, очень болезненную менструацию, первые дни очень-очень сложно проходит, и она бледная, слабая, все, значит, потому что у нее сильная кровопотеря, она, ПМС, что ест, слойки с яблоком, понимаете, слойки с яблоком не решают вопрос дефицита железа, они никакого вопроса не решают, в принципе, кроме сахара, это огромная проблема, девушки не понимают, как расценивать аппетит, и вот кусок мяса, который тебе не хочется есть, первая диагностика ваша, для понимания того, что нужно укреплять ПМС в желудке, и получается, если у тебя ПМС в желудке никакой, то тебе не будет хотеться есть то, что ты не можешь переварить, организм прекрасно, абсолютно адаптируется к обстоятельствам, которыми мы обладаем, то есть вот у нас есть организм, который самодиагностируется, мы такие, хозяин, ПМС нет, мясо лучше не есть, поэтому тянет больше на углеводы, но вы как биологическая единица, как плотоядная, значит, млекопитающая, мы знаем, что ПМС в желудке полтора, мы знаем, что тонкий кишечник доминирует на толстом, как я только что объяснял, это свойства мясоедных, любых животных, млекопитающих, и вообще любых сложно устроенных существ, в основном млекопитающие, на которых мы ориентируемся, в свободной природе, имеющие ПМС, это мясоеды, ПАЖ 0-05, это падальщики, ПАЖ 3-5, это листоеды, и вы когда видите, например, у гориллы, или у панды, или у слона, или у жирафа, мы знаем, как устроен, у них тонкий кишечник, уступает толстому, или у коровы, и ПАЖ 3,5-4,5, в основном 4,2-4,5, для того, чтобы ферментировать эти листья, которые они едят, и они едят по 15 часов в сутки, а вы получаете кусок мяса, который дает вам много калорий, сокращенный промежуток времени, и должны дальше его переварить, то есть, либо ты жрешь листья 15 часов в сутки, чтобы набрать минимум калорий, который тебе нужен, и дальше толстый кишечник, который доминирует над тонким, ферментирует всю эту историю, и, естественно, отходов до черта, вы видите, сколько коровы ходят в уборную, значит, сколько навоза от коров, вы замечали когда-нибудь, вот они едят, да, трава, вот эту вот растительную пищу, и дальше это все мероприятие ферментируется, и это огромное количество газов, которые они вырабатывают при этой ферментации, кто видел коров, у которых вздутые животы, в которых вставляют иголку, поджигают этот метан, его поджигают, даже просто вот раздутая брюхо коровы, вы видели наверняка видео, где иголкой пробивают просто ей кожу насквозь, она этого и не чувствует толком, но газ идет из нее, и его поджигаешь, он горит, это вот тот газ, метан, который образуется при ферментации растительных, особенно трава, которая ферментируется у коровы в кишечнике, в толстом кишечнике, вот это как бы для коровы нормальная история абсолютно, и фермеры, которые хотят, чтобы коровы себя хорошо чувствовали, больше набирали вес, потому что их интересует мясо, ухаживают за своими коровами, сдувают их, так называемая история, и вот это то, что они потом приписывают к эффектам глобального потепления скотоводства, но сейчас мы туда лезть не будем, потому что эти все газы как бы нас мало интересуют, нас интересует, как устроен кишечник, у вас он устроен, точно так же, как у другого млекопитающего, только у вас есть предпочтение в типе пищи, еще раз, если хочется траву, значит тело говорит, я не могу переварить то, что требует по аж полтора, поэтому ты жрешь, как там, крекеры, бутерброды, какая-то история там с, значит, продуктами, которые не требуют такого крепкого пааж и усилия твоего кишечника, ребят, смотрите, ты проживал, или проживала, да, пааж в желудке полтора, и дальше энзимы поджелудочной, энзимы твоей, значит, печени в виде желчи, все это попадает в тонкий кишечник и помогает тебе усвоить, если у тебя нет возможности усвоить, то у тебя не будет аппетита к тем продуктам, которые ты не можешь усвоить, вот это важно понять, что вы, как единица биологическая, нуждаетесь в аминокислотах, в жирах, потому что ваши клетки нуждаются в 20 аминокислотах и в жирах для работы гормонов, например, а правильный пааж в желудке поможет также усвоить там йод и кальций, и железо, что вам нужно для костей и для крови, например, а если пааж выше и кишечник не работает нормально, то вы представьте, что вы застряли в ситуации, в которой у вас атрофия уже включена сейчас, то есть у вас 90% съеденного в унитаз уходит, ни кальций не усваивается, слабнут кости, ни железо не усваивается, развивается анемия, не усваивается аминокислоты и начинается атрофия, уменьшается мышечная масса, увеличивается жировая масса и развивается так называемая остеопения, когда я вам вчера показывал МРТ-скан, где у нас с вами больше жира, меньше мышц, меньше плотность крови, кости, и все это упирается в то, что ты усваиваешь или ты не усваиваешь, и тело адаптируется, говорит, у нас столько кальция, вот у нас столько железа, поэтому у тебя будет вот такой гемоглобин и вот такая плотность кости, до свидания, все, других водных нет, тело это ваш самый главный судья, который говорит, если вот такая водная, мы адаптируем ткани и органы, и клетки соответствующим образом, поэтому яблочный уксус после еды вместе с вашим доприемом пищи, если у вас нет желания, есть мясо, даже в первой половине дня, 2-3 можно яблочного уксуса, ложечки столовых, там разбавлено, например, на стакан воды, пару долек лимона, и хлебайте себе этот компотик такой, с яблочным уксусом, он поможет вернуть формат усваивания вашему кишечнику, и желудку особенно, именно желудок выигрывает от химического состава уксусной кислоты в яблочном уксусе, и стенки желудка начинают, реагируют на него, они лучше вырабатывают, крепче возвращается качественный нормальный PH в вашем желудке, если, например, я смотрю на анализы, девчонка, гемоглобин 110, нижний референт 120, у нее очень все сложно с анемией, и она постоянно носит таблетки, они не усваиваются, но вызывают кучу побочек, то есть любые таблетки с железом не решают вопрос железа, запомните это, любые таблетки с железом, они только вызывают у вас ряд побочек из области запоров, почерневших зубов, рлопнушных капилляров, и прочих других приятных вещей, ребята, вот это катастрофа, когда у тебя нет PH, и ты таблетками пытаешься решить, яблочный уксус берите, и пейте его в первой половине дня свободно, и дальше у вас появится аппетит к мясу, хорошо, берите какое-то мясо, которое проще переварить, если вы, дурацкое слово, можете себе позволить, как там пишут нам в комментариях, зажиточные, даже зажиточные, ребята, морепродукты, много железа, много йода, мидии, устрицы, супер, мидии, я беру кусок говядины, недорогой, тушу 3-4 часа, и после этого стушеная говядина, после 3-4 часов добавляется туда, например, зеленолиственные, какие-нибудь там перец, грибы, вы можете добавить к ним лук, чеснок, ну то есть стушеная рагу говяжья, из недорогого мяса, вы его стушили, и добавили к нему, например, какие-то овощи, которые вам нравятся, только ради всего, что без картошки вашу рагу приготовьте, умоляю вас, приготовили вашу рагу без картофеля, с овощами, только овощи добавляйте не в начале с мясом, а в конце, потому что мясо вы тушите 3 часа, овощи у вас просто превратятся в труху за 3 часа, в конце добавьте, не тушите овощи больше чем там 15-20 минут, потому что они теряют все свои полезные свойства при термообработке, клетчатка уничтожается, витамины и водорастворимые уничтожены, естественно, вы, когда, смотрите, возьмите кусок говядины, начните тушить, порежьте болгарский или перец паприка, например, полкило перца паприка и положите его за 3 часа до конца готовности в ваш чан с мясом, мясо за 3 часа доходит, стушивается, все круто, а перца уже там нет через час, через час водорастворимые витамины С и перцы уничтожены, потому что они термочувствительны, клетчатка уничтожена, потому что она тоже термочувствительна, у вас остается, может быть, какие-то там волокна в небольшом объеме от этого перца, который визуально напарменяет перец, по вкусовым, может быть, где-то он еще похож на перец, но в плане пользы там ничего не осталось, вот уже все готово и в конце за 20-30 минут лук, чеснок, болгарский перец, грибы, добавьте эту всю историю туда, вы можете даже отдельно сделать соте в вок сковородке на оливковом масле этой овощи, быстро поджарили и потом в самом конце добавили уже к мясу и даже вы уже не тушите, вместе перемешайте и дайте ему поставить минут 15-20, будет просто шикарно, прекрасно, и ваши овощи сохранят пользу, аль денте они должны быть приготовлены, чтобы чуть-чуть сыры внутри были они, значит, вы можете даже еще другой ход конем сделать, ваши овощи аль денте приготовленные, которые вы можете добавить к вашему мясу уже при подаче, то есть мясо отдельно стушили, а овощи поджарили, оставили аль денте, они у вас как гарнир идут, да, ну, своего рода подобие такой, какой-нибудь там, сковородки овощной, да, которая идет как пшилога на чешском, господи, гарнир на русском, как гарнир идет к вашему мясу, и вы добавляете, и у вас шикарно получилось, да, вы можете даже не мешать, можно так сделать, одно из моих любимых блюд, которое идет на гарнир и имеет низкую гликемию, это тушеная капуста, это фантастически круто, тушеная капуста, только без кетчупа, на томатной пасте, и подслащена в конце не сахаром, а эритритолом можно подсластить, или просто стушите эту капусту на томатной пасте, подсолите, подперчите, будет шикарно, обалденный гарнир, очень вкусный, очень полезный, имеет все абсолютно свойства, которые овощи нам должны давать, но капуста тушится долго, в ней безбожно огромное количество клетчатки, и за полтора часа тушения капуста сохраняет все свои прекрасные и полезные свойства, или, например, квашеная капуста, это вообще мега супер продукт, квашеная капуста огромное количество имеет квашеная капуста, клетчатки, и про, и пребиотика, квашеная капуста, это огромный лайк, но если у вас на нее вздутие, добро пожаловать в клуб синдрома избыточного бактериального роста, то есть у вас какое-то время назад был поврежден ваш тонкий кишечник, например, антибиотиками, и дальше эти антибиотики, когда они дали свой, я надеюсь, эффект, вот вы еще, я описывал только что вам, да, вы ложитесь отдыхать вечером, и когда вы спите, то место в тонком кишечнике, которое было повреждено курсом антибиотиков, будет занято бактериями толстого кишечника, это называется синдром избыточного бактериального роста, СИБР, вы видите его сплошь и рядом после еды, или даже на пустой желудок у людей, у которых розация на лице, розация на лице, это один из ваших следующих симптомов, которые вы можете обнаружить, если вы поедите что-то с клетчаткой, вокруг носа краснючее получается, щеки, вот эта вот розовеющая история, на лице, розация, это прямая трансляция того, что в тонком кишечнике перерос флоры толстого кишечника, и вам есть других вариантов, нет, только на три недели на корневор, вы исключаете всю растительную пищу, строгий корневор, я отдельно делал ролики, грубо говоря, мясо, яйца, сыр, значит, птица, рыба, все что угодно животного происхождения, ваши лучшие друзья, вы полностью напрочь убираете все с клетчаткой, и вы берете каждый день по тысяче миллиграмм липосомального витамина С, чтобы не было дефицита С, но три-четыре недели корневора решают эту историю с красным на лице, это вот эта розация, да, которая у вас донимает, и с ураганом после того, как вы поели. Самое грустное, это когда у людей, смотрите, по аж в желудке выше, чем должен быть, мы, соответственно, неусваиваем часть минералов, тонкий кишечник, поврежден регулярным алкоголем, и переростом толстого, флоры толстого кишечника в тонкий, и люди, и это вот вы можете на себе узнать, или большая часть людей, которые не занимаются вопросом своего здоровья, дальше имеют сумасшедшее, обалденное, в кавычках, полезное меню, то есть представьте себе ситуацию, в которой у вас уже кишечник поврежден, у вас уже желудок не работает достаточно качественно, то есть уже и на это сверху меню классическое, какое мы видим, классическое меню, это макароны, или что-то злаковое, худшее, что вы можете придумать в ситуации с наличием синдрома избыточного бактериального роста, это добавить глютен в эту всю горючую смесь, знаете, как примерно вы имеете абсолютно замечательный коктейль молотова в руках, и вы пытаетесь потушить ваш пожар, например, горит машина, да, вы едете на шоссе, и горит автомобиль, значит, и вы такие, о, я точно знаю, чем я могу потушить этот автомобиль, у меня есть как раз бутылка, значит, керосина, и вы забрасываете, получается, бутылку керосина вашу в горящий автомобиль, и хозяин этого автомобиля, горящего, говорит, ой, спасибо, помог так помог, вот это вот ваш медвежий совет со злаковыми, с глютеном, он драматически ухудшает работу вашего кишечника, и глютен не может быть усвоен тонким кишечником, в принципе, почему обычно на хлеб сдути, вот эти все эти дискомфорты, потому что глютен, это злаковый белок, его структура такова, что он дает вам вот этот, да, вот такую прекрасную структуру, пористую, то есть фишка глютена, в том, что он держит вот эту структуру, вот этот хлеб, который вы знаете, понимаете, как эта структура выглядит, вот эта воздушная такая тема, почему он не растекается, вот этот глютен, он клейковиной работает, и вот эта клейковина, ее не может переварить ваш кишечник, то есть он не понимает вообще, чего вы от него хотите, вот представьте себе тему такую, да, что у вас уже поврежден кишечник, и вы сверху добавляете еще глютен, как дальше работать, да, и поэтому у нас сразу мы поели, и сразу мы просим, а можно мизим, а можно алахол, а можно еще что-то, потому что вы не справляетесь, вам нужны дополнительные энзимы пищеварительные, и это, ну, беда, это глютен, это первая история, вторая история, это лактоза, которая толком тоже не переваривается, нормально не может в вашем организме быть усвоена, но ферментированная лактоза из кефира, это окей, к ней вопросов нет, но главный вопрос, это вот глютен, алкоголь, и один из моих любимых абсолютно форматов, это, смотрите, я сейчас вам напишу, классическое застолье, и мы сейчас с вами разберем, классическое застолье, смотрите, как тут все красиво сейчас будет, значит, застолье, боже, застолье во сне, сонник, значит, мы здесь пытаемся разобрать, что означает застолье во сне, ребята, я хочу, значит, застолье, открыть классическую просто картинку вот этого стола, да, нашего праздничного, который вы все знаете, любите, что мы видим на классическом столе, утка, круто, все замечательно, дальше у нас здесь, смотрите, оливье, оливье это что такое, картошка, и покупной майонез, покупной майонез, это что такое, мы с вами только что разбирали, ходили в, значит, супермаркет, я сейчас с вами пойду, смотрите, вот онлайн супермаркет, что мы открываем, хеллманс, хеллманс, майонез, значит, в майонезе хеллманс, который использует большая часть людей, ну, любой подобный, состав, смотрите, что в составе, рапсовое масло, посмотрите на состав, это 95% вашего состава, вода, сахар, и дальше пошла помойка, консерванты, и прочая другая история, красители, он же не хранится у вас в холодильнике, вы же помните, и у вас, вот обычный майонез, хеллманс, который вы берете в обычном супермаркете, смотрите, даже с яйцом, и там 3% состава яйца, ребят, я вам давал неоднократно рецепты, на оливковом масле с желтком, нормальный, пожалуйста, майонез, под видео в YouTube, есть ссылка на мой телеграм, там куча рецептов, так вот, смотрите, какая штука, вот этот майонез, который дает вам растительный жир, а также я вам показывал, как этот растительный жир, производится, так, канола, для всех наших новичков, мы сейчас с вами быстренько пройдемся, пройдемся и увидим, как производится каноловое масло, так, каноловое масло, посмотрите, это абсолютно неестественный процесс, который в рамках вот этой вот, да, вот смотрите, каноловый жмых, у нас сюда попадает химический подавлением, вот такие замечательные цистерны, и дальше мы с вами видим вот эту вот жижу, которую дальше мы должны отбелить, дальше мы должны деодорировать, очистить, посмотрите, вот это каноловое масло, вот это рапсовое масло, Вот это любое масло, которое вы покупаете в супермаркете, растительное, вот оно вот начинает так, из вот этого гигантского пресса под диким давлением и температурой. И дальше мы его деодорируем, очищаем, мы его осветляем и фасуем. И вот это то, чем мы нагружаем во вторую очередь нашу поджелудочную. То есть, смотрите, первая история, PH в желудке выше, мы не можем переварить. Вторая история, тонкого флора кишечника повреждена, у нас нет бактерий, у нас вздутие. Третья история, это вы берете в классическом застолье, значит, какой-нибудь, да, классическое застолье, тетушкин там медовик или тетушкин, например, там, Наполеон. Или самое классическое, что есть, это мясо по-французски. Мясо по-французски, ребята, это мясо по-французски, значит, когда готовится. Это вот такой самый классический пример, смотрите, что у нас здесь. Картошка, гликемия 90, свинина, дальше вот эта история с покупным майонезом, и у нас с вами сыр. Сыр тоже в основном оставляет желать лучшего, потому что состав сыра мы с вами разбирали. Нужно иметь в составе сыра только классические молоко, закваска, соль. И мы с вами тоже ходили в супермаркет, тут, смотрите, сейчас пойдем, да, в супермаркете онлайн мы с вами находимся. Молочные, и вот здесь у нас сыры, смотрите, отдел с сырами. И мы с вами возьмем, например, классический, что это сделать? Эмменталь. Вот состав эмменталя. Что у нас в составе сыра? Смотрите, молоко, закваска, соль, все, больше ничего нет. Но если мы с вами берем, например, для мяса по-французски какой-нибудь формат не самого лучшего сыра, то вы получите в составе, и почему я так хочу, чтобы у вас всегда была привычка смотреть в состав, что вы покупаете, и что в составе этого сыра находится. Вот возьмем с вами не самый лучший состав сыра, который тоже выглядит хорошо. Хорошо, смотрите, молоко, закваска, соль как там, но дальше краситель Е160Б, Е251, консервант Е235, и вот такой вот чтиво в составе. И это у нас как бы не дешевый сыр, понимаете? Мясо по-французски можно приготовить прекрасно, домашним майонезом с оливковым маслом, где ваше тело понимает, как переварить этот растительный жир, он естественный. Оливковое масло это естественный жир, но рапсовое или там каноловое, это тотальное днище. Дальше, мясо все равно какое там вы будете использовать, свинина, говядина вашему организму все равно, если ПАЖ в норме. И, например, мы с вами дальше выступаем в сыр. Сыр тоже взяли качественный. С этим блюдом окей, но без, ради всего святого, когда у вас мясо по-французски, без картофеля. Вы понимаете, проблема мяса по-французски с картошкой, то что в картошке гликемия 95, и она гликирует ваш белок из мяса. Вы, получается, повышаете A1C, этот гликированный гемоглобин, и вылетите в диабет. Или самые частые истории, когда у нас там госпитализации с острыми приступами панкреатита, застолье. Мясо по-французски, бокальчик вина и вот этот вот тетушкин медовик. Медовик домашний. Значит, медовик домашний. И в рецептах, когда мы видим, что используется, да, какие советы, да, вот здесь, смотрите. У нас используется маргарин. Маргарин это еще один тип жира, который не может быть переварен или усвоен организмом. Медовик с покупным маргарином. И, конечно, там еще помимо всего миллион тонн сахара. Значит, консент вот медовик или медовик. Значит, откроем с вами классический. Смотрите. Это же просто. О, мама дорогая. Значит, яйца, значит, сливочное, мед, сахар. Боже, посмотрите, 250 грамм сахара, четверть кило, мама дорогая. И вот заварной крем, понимаете. В заварных кремах молоко, яйцо, мука, сахар еще 200 грамм. И вот здесь указано масло сливочное. Слава богу, да, если тут будет у вас масло сливочное. Но в основном берут маргарин для готовки. Это катастрофа. Даже если вы возьмете сливочное масло, честно вам скажу, этот состав особо не выиграет, ребята, от этой замены. Но у вас будет миллион тонн углеводов, там, понятное дело, с гликемией 80 и поджелудочная уже в спазме. Но если добавить к этому еще вот этот не самый лучший формат жира, который называется маргарин или пекарское масло, то все, поджелудочное останавливается. И начинается приступ панкреатита острый. Это страшно больно. Вот это обычные привычки обычного человека, там, в еде, да. Вот ты приходишь на обед, например, и у тебя на обед классический прием пищи. Что мы имеем, да? Так, первое, второе и компот. Почему кишечник не работает нормально, корректно? Вот откроем обычный, да, прием пищи. Что мы здесь видим? Первое. Повышает PH в вашем желудке. Тарелка борща или супа или макаронного какого-нибудь там или куриного. Все равно, что у вас там будет. Значит, тарелка первого блюда никогда не идет на пользу твоему желудку. PH будет повышаться. Макароны, вы понимаете, да, это глютен, опять же, вместе с мясом, которое вы получаете из вашей прекрасной котлеты замечательной. Все это загликировало ваш белок. Дальше у нас с вами свекла, дальше у нас с вами оливье. И сладкий получается компот и хлеб. Смотрите, 75% из этого всего углеводы. Огромное количество глютена. Вкусно, да. По-домашнему, в кавычках, да. Но это все мероприятие, для чего оно вообще в принципе есть? Оно есть для того, чтобы было вкусно и в массе накормить как можно больше людей. Но речь не идет о здоровье в этом ключе. Вы понимаете? Домашняя, обычная, прекрасная кухня с любовью, с заботой. Для меня, как для диетолога, я когда смотрю на этот стол, с одной стороны, я понимаю, что это забота, любовь, трепет. И супруга, например, приготовила на всю семью. И это считается как бы домашняя кухня. Но в плане того, что происходит потом, когда я смотрю в анализы крови людей. Понимаете? Вот на домашней кухне, выкормленные, выращенные. Все круто, замечательно происходит. И вот мы, когда открываем потом анализы крови, и мы смотрим, от вот таких вот БЖУ распределений в меню, мы имеем классический инсулин в космосе. Мы имеем классический, видите, вот это панкреатит вот у человека, мочевая кислота в космосе, 420. Мы имеем здесь андрогеновую доминацию, мы имеем здесь катастрофу с липидным профилем. И это молодой, достаточно человек, за которым супруга заботится, он работает, а она ему готовит домашнюю кухню. Прекрасно. Так это, к сожалению, не работает. Понимаете? Когда домашняя кухня является основным источником калорий, да, забота, любовь, внимание, трепет. Но для меня таким примером является, знаете, у меня есть пара, одноклассник и одноклассница. Очень большие молодцы. Ребята так стараются, трудятся. И вот мы все примерно одному возраста. Там нам под 40, да. И она с ним, да, как бы, скажем, в супружеских отношениях уже 20 лет. И у них двое детей. И вот он был красивый, стройный, да, когда были в школе. И она была тоже красивая, стройная, когда были в школе. Но последних 20 лет домашней кухни, ну, он, во-первых, набрал 40 килограмм. Она выглядит не блестяще. У них у обоих метаболический синдром запущеннейший. И это люди, которым 38. Молодые ребята, которые на домашней кухне с любовью, с трепетом, со всей историей. То есть никто не ест там постоянно в фастфудах каких-то. Обычная домашняя кухня. Рабочие люди. И все круто получается по семье, дети, любовь, внимание. Но я говорю, ребята, я не хочу лезть, но у вас семья. Вам нужно, как бы, да, если у вас будет желание заняться здоровьем, обращайтесь. Я вам смогу помочь с огромным удовольствием, да. И люди начали задумываться о том, что вот это не самый лучший формат. Там и вздутие, и газы, и рези, и дискомфорт, и прочая вся другая история. Естественно, алкоголь есть. И плюс много-много килограмм. И люди относительно молодые. Но хорошо выглядят они не блестяще. Здоровье. Когда у тебя двое детей, или один ребенок, или когда у тебя хороших детей, нет, коты, собаки, или друзья, приятели. Ты же двигаешься в три главных убийцы современного человека. Это инсульты, рак и ишемические болезни сердца. Вот оно здесь все. С этим лишним весом мы знаем точно, что у нас по-любому, значит, печеночное ожирение, значит, и печеночное ожирение 100%. Когда больше 10 лишних килограмм, вы понимаете, что печень находится в состоянии вот в таком. И она в три раза больше. Она должна весить 1,1 кг в среднем, она весит 3,35. И получается у тебя печеночное ожирение, естественно, метаболический синдром. И другого формата, как перекраивать полностью свое питание и следить за тем, что ты ешь и когда ты ешь, не существует. Потому что метаболический синдром, это еще раз, ишемические болезни сердца, рак, все, что связано с отсутствием женского здоровья, мужского здоровья, диабет. И все эти ассоциируемые с ним симптомы, все оно проходит через инсулинимию, через метаболический синдром. И просто через вот такие вот анализы, которые мы видим вот у этого человека, который здесь у нас с вами, значит, имеет космический инсулин. Вот он, это вот преддиабет. В норме глюкоза, которая задавлена космическим инсулином, поджелудочная уже у нас с вами воспалена. И мы видим дальше катастрофу с липидным профилем. То есть зашкаливающие холестерины, зашкаливающие триглицериды, густая кровь, значит, отсующая щитовидка. Вот оно, все здесь. Это то, что я работаю, чем я занимаюсь, да. Но я вам все эти знания, ребята, приношу из вот этого курса, наш ПГ-марафон, оздоровительный курс, который уже 9 лет проходит. И 8500 выпускников, анализы которых я постоянно контролирую. И разбираю, лично консультирую, веду, и я понимаю, как это лечится. Вот эта вся классическая история, когда у вас проблемы эти с кишечником, это лишь последствия отсутствия корректного отношения к правилам пользования тела. И потребуется от вас, чтобы вы выполняли мои рекомендации в еде и оплатили это все вот этим, да. Боль дисциплины. Хочу ватрушку, а ем кусочек мяса и салат. Хочу полежать, но вместо этого иду и делаю там свои какие-то шаги в течение дня, чтобы понизить инсулин и глюкозу после еды, чтобы не лежать после еды. То есть пожу вас, пожалуйста, ребята, придерживайтесь советов. У нас вот вчера был прекрасный ролик, как составить меню и как замечательным форматом абсолютно, значит, можно подобрать продукты, которые вам нужны. Вот вчера мы делали, да, Алексей Ворон, можете посмотреть. Идем в магазин, я разбираю с вами непосредственно все, что нужно вам купить. И у нас в это воскресенье, ребята, стартует образовательный, получается, у нас октябрь-ноябрьский сезон. Курс трехнедельный, называется ПГ-марафон, где я имею лицензию Минздрава Ческой Республики, консультирую лично. Ребята, все пишут, можно к вам на консультации. Ребята, я работаю педагогом в курсе ПГ-марафон, в котором всего 50 свободных мест. Большая часть из них сейчас занято. Прошу вас, пожалуйста, отправляйте ваши заявки. Вот сегодня, финальный день регистрации, значит, под видео в YouTube. Вы можете раскликнуть описание и отправить заявку на завтра старт. Завтра непосредственно старт. Вы раскликнули описание, вот у вас инструкции, что входит к нам в программу, как отправить заявку, ПГ-марафон, gmail.com, и в Инстаграме самый первый пост с инструктажом, где по-настоящему мы три недели работаем. Стоимость курса как одна часовая консультация у диетолога профессионального, потому что я знаю, сколько они стоят, а мы работаем не час, а три недели, ребята. Это по-настоящему меняет жизни. Но если вы не можете к нам присоединиться, пожалуйста, смотрите и запоминайте все то, чем я с вами делюсь, потому что это спасает жизни. Я вот этим опытом за годы приобретенным с вами здесь делюсь, просто с тем, что я должен чувствовать, знаете, вот не просто потраченное время в течение дня, а отдать. И вот 4 миллиона человек в YouTube нас смотрит, 1 из 6 миллионов в Инстаграме нас смотрит. Прошу вас, заклинаю вас, придерживайтесь этих советов. Я там возьму сотую долю процента на личное ведение людей, которые успеют к нам попасть на ближайший сезон, но большая часть, конечно же, будет работать самостоятельно. И это крайне важно, чтобы вы работали осознанно. Пожалуйста, не прячьте ваши диагнозы за лекарства. Практически любая тема по здоровью, которая может вас как-то где-то донимать, у меня освещена в отдельных роликах. Я вас сейчас прошу домашнее задание выполнить, которое вы обязательно, ребята, если сможете реализовать, вы спасете себе здоровье, вы уже заложите первый основополагающий фундаментальный камень. В ютюбе можете зайти в ролики мои, вот я сейчас сделаю для вас еще дополнительно монтированный контент, смотрите. Алексей Вора, периодическое голодание для чайников. Вот это ваше оружие номер один, первое, как свое здоровье спасать. Периодическое голодание для чайников. Пожалуйста, действуйте, инвестируйте, а я сейчас буду брать ваши вопросы, пожалуйста, пальцем наверх и подпиской поддержите, потому что вы здесь ради здоровья.